всем привет друзья с вами геном похоти и вера полоскова дом престарелых мы возвращаемся в фифу карьера за самых 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 старых звезд икон легенд футбола действующих и покажем кто у нас составе есть кто выйдет против мансити да вы наверное забыли у нас рауль альбиоль например у которого скорость на секунду 26 26 но это не на секунду это в минуту и у мансити у колонда скорость 90 ну давай выпустим место альбиоля тогда не знаю чагринского хотя бы побольше нет но у нас все лучшие на самом деле фалька у нас трое привет привет фалька у нас к сожалению травмированный кто еще из звезд у нас травмированный и несколько данта кстати может сыграть 27 это был хорош но правда он была карточка другая давание рауль альбиоль давай хорошо хорошо я данте на замену между чекринского чекринского кавани почему на замене потому что роналдом джо гордануна да вот он типа фифу не гордануна это вот так это он не просто гордануна ну и хватит все самые лучшие у нас у нас и модрич там и модричи там и косорлы там и фернанды и раули альбиоли там и клоуны по этой стране веселый арсенал у нас будет через три игры по календарю а сегодня у нас манчестер сити все поехали есть какие-то коллеги коллеги здравствуйте и олег и найникус олигарха найникус есть ли у вас какие-то рекомендации по составу может быть может быть по тактике перед манчестер сити может быть как вы хотите как-то фланги сейчас посмотрим если у флангов убегающая тактика где где о ну-ка ну-ка я настолько давно не играли что я забыл уже как это делается так тактика ладина родим ну я ладина родим нажимаю по вот она так я и на вас присоединяется где кнопка кнопка ури где кнопка здесь все фланги есть я так понял не последовало никаких комментариев поэтому мы начинаем фланги было на фланги проверить по составу на этих оте играем там люди с вилами стоят и это значит что в штрафной нас будут встречать ребята с этим с холодным оружием универсамовские так сказать наш рой адидас черток сейчас вот откатки а вова адидас да 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 ты что ли ты что ли рауля альбиоля отшил формы поганые смотри какие поганые формы ё-моё ну нам по-моему не дали выбрать даже вначале поэтому чё теперь если что мы спишем на форум я хотел замочайся я хотел замочайся давай вдвоем пенсионеров этих ладно поехали я красный вера полоскова синий как тяжело то что я не могу вспомнить что такая вера полоскова вот это тоже у нас это поэтесса которая лучше йогурта по утрам только хуй только хуй да пенсионеры в топку правильно так это мы пенсионеры мы пенсионеры хорошо у нас хейтер появился ура с первым хейтером официальным поздравляем но у нас с манчестер сити нам и так непросто если прошлую игру манчестер сити мы проиграли 4-1 а Женя уже синий из нас а вот ройх очень всегда красавчик к нему претензий вообще никогда нет он кстати в реальной жизни ближе всего к увольнению по мнению букмейкеров из кристалл пелос а он тренирует он тренирует кристалл пелос сейчас да и у них дела так пас 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 пожалуйста пожалуйста и тебе обраточка и забивай и да я не в камеру смотрю а в выдуманную дополнительную камеру а на своего воображаемого друга рауля альбиоля я так спать ложусь он подходит к моей подушке и говорит люблю тебя поставь меня в состав завтра пожалуйста на стриме хотя бы я в жизни в реальной уже не выходил 35 лет состав поставь меня хотя бы в дупло целую тебя в дупло ну нет оно видимое нет это второе первое видимое нет у меня реально там два у тебя оба видимые нет у меня там два просто маленькая один джека забил на секундочку мы не зря его подписали в трансферный этот перерыв зимой видишь он свое дело делает все я собрался выключил наушник давай теперь не слушаю а только только нюхаю нет у меня что то пропало запах он ведь старый нам говорит найникус но тут и суть нашего стрима а науль альбиоль по твоему что для тех кто пропустил предыдущие 17 стримов когда это во первых пересмотрите их на ютубе во во вторых у нас и челлендж такой мы купили всех самых старых но в прошлом великих игроков и собственно пытаемся доказать что возраст чемпионству не помеха Ну, как-то же просто старые, давай-то. Пытаемся... Да нет, все великие. А кто нет? А кто нет? Все великие. Хаучи. Ну, душу. Он еще станет великим. Его мать прилетела к нам из будущего и сказала, он станет великим, ставьте его в состав. Он стал великим трейдером. Свою криптовалюту сделал. Да. Собственно, мы пытаемся доказать, что старики еще могут взять ИПЛ. И, собственно, мы не безуспешно это доказываем. Девятое место. Девятое место. Вообще первое, на самом деле. Шутка. И видите, как с Манчестер Сити мы играем довольно-таки уверенно. Погнал. Поэтому многие недооценивают стариков, возраст. Особенно женщины, которые думают, что он не будет на тебя пахать. Да, что он не будет стоять у него. Дорогая. Ух ты, я уменьшил член. Дорогая, у него не так много вариантов. Он будет пахать на тебя, как в последний раз, блядь. Конечно. Ну, максимум предпоследний. Если ему 37, например. Но если 38, то уже как в последний раз. Он, это у него, понимаешь, либо умереть на тебе, либо чтобы ты кончил. Но как герой, как боец, чтобы легенды складывали. Чтоб ты кончил это сказал? Женщины не кончают. Нет, ты. А, я? Ну, я-то ладно. Я думал, ты про женщину. Женщины не кончают. Это миф. Умереть не встать. Умереть не встать. Это вот у него, у него, это план пессимистический. Если он у него не встанет, и он еще и умрет. Потому что нормальный план, если... Ёмалый холод. Если хоть умрет, но хотя бы встанет. Ой-ой-ой. 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 О, хорошо, что там у них в составе Бруно... Блядь, ну и как курка пиздастая. Сильва. Блядь, Холланд там всех обходит, отдает пятками. Да, но Манчестер Сити, с ним нельзя расслабляться. Во-первых, у них лысый шарлатан, он может нас тактически переиграть. Хотя... Блин, смотри, Холланд просто топчет, как кур в курятнике на защиту. Не смотрит на возраст, не смотрит в трудовую книжку. Не смотрит на регалии, блядь. На фамилии. Не смотрит, что на регалии. Устрофной. И подскальзывается. Да, а мы смотрим, что на регалии... Говори, у нас есть ответка ему. Давай. В виде высокоскоростного... Прессинга. Геган гиперпрессинга. Ух ты. Ну, смотри, как разыграли-то. По-стариковски медленно. И пас. Но точно. О, чудом спас. У вас есть олигархический шарлатан по тактике. Да, да, это наш козырь. Квадрады говорят, Во что они играют? Это гольф? Он говорит, это баскетбол? Это нарды. Хольстинг говорит, да, это нарды. Он говорит, кто ты такой? Не, наш олигархический тактик, это наш джокер. Мы его... О, блин! Сука! Да. Мы его припасем на сладенькое и... Какие-то тонкости, вкусности тактические, конечно, покажем. Ебаный! Ну, а, это предыдущий гол. Ну, вообще было опасно. Давай продолжим кошмарить в Ман-Сити. Ебаный ежка Гвардиола, блядь. Ебаный еж. Как Гвардиола. Нам надо гиггенпрессинг, да, конечно. Просто уничтожать их на подходах уже, потому что если они подойдут... Да нет, этот хрен быстро прокидывает и все. Это будет страшно. Ну, хорошо, хотя бы не опасно. Ну, там Клавдио убрал. Как попиздел, ладошки пробил. Жесткий Гвардиол. Хорошо, по центру идем. Ой-ой-ой-ой. Недавно что-то... Ой-ой-ой. Жесткий Гвардиол. Жесткий, да. 70 миллионов сплотили. Нам, кстати, подписчики писали, чтобы у нас поменьше мата было, поэтому Женя принял обет молчания не материться как раз в этот момент, когда нам забили. А тут вот сейчас можно. Можно за стрим вот в этом моменте даже нужно. Нет, ну смотри. Ну что тут сказать. Я нажимал на все крестики мира. Даже на нательный крестик. Но он просто так выпрыгивает и забивает. Вот смотри. Ну вот у нас наш... И вы просите при такой игре не материться. Побойтесь Бога. Ну как? Ну не, помогло. Ну постараемся, да. А он говорит. Ну так. А можно использовать эвфемизмы какие-то? Влагалище. Влагалище. Наша игра похожа на влагалище. Хорошо. Так-так-так. Мне нравится. Давай использовать слово влагалище. Все. Боевой. Вульва. Ну это полная вульва. Ёшки-матрешки. Ну это сильно жестко. Нас же могут дети смотреть. Жеванный крот еще куда-нибудь. Нас же могут матрешки смотреть. Так. Тактический гений наш. Скажи, мы будем что-нибудь менять? Ну пока, наверное, нет. Ну вот мы послушаем тактическое гений. Не-не-не, я просто мысль... Ты просто руки. У нас есть специалист. Специальный. Я просто огромный пенис, который делает свое дело. Тренера. Тренера будем менять? Да, отлично. У нас есть, смотрите, Ковани. Это, если что, не обязательно сейчас. Ну вот минута... У нас пока самый сильный состав. На 60-е, да. Квадрата. Ну на всякий случай. Вдруг вот этот легендарный Гаучи. Ансалди есть. На секундочку. Есть Подонский, который тоже иногда бывает, что... Еще бы Педриню был. Квадрату есть, Дэвис. В общем... Я бы сменил на 5-3-2 при положительном результате. План такой. Делаем положительный результат и меняем на 5-3-2. Классный план. Работаем. Забить сначала. Забить сначала. Хорошо. Кстати, я недавно смотрел, чувак перешел... Роналдо, Роналдо, кстати, перешел из Левски, знаменитого, в Ростов или куда-то хер знает. За 2 миллиона евро люди в Левске говорят. Но это не тот Роналдо. Ну, естественно. Это местный Роналдо. Ой, ой, ой. Ну, а как ты хотел там... Ты стариком идешь против молодого лося такого и планируешь его на дриблинге, на мякини провести, как говорится. Да. Но... Где карточка? Ну, это тяжело. Где карточка? А судья окуплен. Мансити занесли кучу денег. Ой-ой. Ладно, так, надо раскатывать их уже по-взрослому. Даже по-стариковскому уже. Я бы даже сказал, по-пацански. Нет, прошло, прошло. Накрыли, накрываю. Где у нас в первом карточке была. Ты имеешь в виду, эти продуктовые? Да, да. Соберитесь. Да, мы собраны вроде бы уже. Весь чемодан и стоят. Она это как футбол-менеджер. Да, да, да. Соберитесь. Тренер-мотиватор и тренер-тактик. Смотри, они в тандеме работают. Условный Черчесов и Мостовой. Для тех, кто шарит. Ладно, шутка в пустоту. Упала и утонула. Громко громыхнулась. Одно колодца моего познания в футбольной истории России. И Советского Союза. Так. А кого мы с тобой тренировали? Да никого в этом и прикол. Я просто до сих пор думаю. Вся команда перебрала. Да, да. Даже пари МН. Никого никогда в жизни не тренировал. Он один раз тренировал пару матчей медиафутбольную команду Файт Найт. Этих борцов. И все. Бесславно проиграл по-моему все матчи. Зато регалий у него. Который он сам себе выписал. Помимо того, что он царь, он еще и бог. Подожди, подожди. И... Ну как мы поняли, и Руд Гулит это... Да, да. Обосрался, в свою жизнь. Тоже из тех. Поел что-то. Но обсирались все, но мало кто из них преподносил это как чужую вину. В отличие от Сашки Мостового. Легенда. Если б можно было выбрать его, а не Роя Ходжсона. Его можно только как игрока выбрать. Но, к сожалению, не в карьере. Кстати, от него отказался. Ой-ой-ой-ой. Ну да, что-то в Сити нас немножко прижали. А, на 60 минуты они шатерят. Ничего-ничего. Ник Стерлинг еще вышел. Почему-то. А, все нормально, мы его продали. В нашей вселенной он вернулся в Мэн-Сити. Вот такая. Вот такая. Вот так вот. Пожалуйста. И вот так вот. И ударил, пожалуйста, ударил. А вот теперь замену. Сейчас мы посмотрим этот прекраснейший комбинационный гол Рональду. Рональду отдал. И Санси Косорло. И Косорло. Своим огромнейшим клювом. Да. Буквально в дальнюю от себя. Мне нравится, как Эдерсон просто. Ну, я руку поднимал. Платите деньги. Куртку у него вообще. Просто бабичка. Мне кажется, тут несколько отделов и эспорция делали. 5-3-2 делаем. Удержание, да? А тут другой нет. 5-3-2. 5-3-2. И фланги, конечно. Да куда их Месси минус 2-6? Ну, Месси придется идти пока вверх. Джеку придется поменять на какую-нибудь опорника. Да, у нас есть. Может, Данте? Потому что нам еще... Не может опорника играть. У нас еще Фернанда какая-то там на ЦЗ. Его бы тоже. Хорошо, давай, Данте тогда выйдет. Ян Кнава. Снова фланги. И так будет убегающая, насколько я понимаю. Бей, беги. Давай посмотрим. Обожаю эту тактику. Сбалансированная. Давай присоединиться. И присоединиться. Фернандо будет убегать. Да, Фернандо будет оставаться сзади. Все. Играем. Работаем. Эдин ушел. А, два осталось. Две. Две. Санти, Санти. А, это Модрич. Кто это? Кто это? Седьмой. Кто это? Кто-нибудь. Помогите. Спасите. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. У нас хорошо смотрит. Какой высокий Данте у нас. На тебе. И дай. Сейчас. И дай. Вот так. Хорошо, Модрич. Ой, накроют. Но в ближний пробью на удачу. Нет. Тащит Гадерсон. Мяч. Но он и должен. Он бы, в принципе, и в жизни так сделал. В этом плане... Гернандо Силва. Хакими. Ну ничего себе. У них приобретение. Гернандо Силва. У нас там играет. Охуенная куртка. Полуживые какие-то пенсионеры. У них Хакими. Ну шо. Шо это как это? Да Хакими. Кто это? Да вообще никто. По сравнению с Ханучей. Я согласен. Оп. И вот так. И вот так. Нет. Ну почти. Так. Сейчас главное не пропустить. Будет что-то плохое. Нет. Нет. Никто. Нет. Мы не будем пропускать. Хотел сказать. Выбивай. Выбивай. Хорошо. Отдай. Хорошо. Он же меня кроет. Он же тебя кроет. Они меня сразу толкают. Я падаю. Со стула. Черти я имел. Я думал. Ты будешь развивать тем, что старика обидеть каждый может. Нет. Только не рука. Нет. Нет. Нормально. Да. Сейчас могут нам левые пенальти какие-нибудь назначить. Ну что. Мы отсиживаться же не будем. Мы в бою. Не хочется как в бой идти. Завершать игру. Да. Я выбью. И там кто-нибудь может зацепиться. Вот например вот этот мужчина. Карлик. Ну вот Нори. Ну нормально. И вот. Открыт. Предложением. А я тебе сейчас потачу. Закрыт давай. Где фул Гауччи? Вот так сделаем. Мать просит. Ой извините. Где фул Гауччи? Мать просит хорошо. Сейчас специально для матери выпустим. Вместо Месси. Ой Косорла там устала. Давай вместо Косорла я не знаю кого Дэвиса. Просто под премиальные. Я надеюсь что будет премиальные уже. Не знаю. Все. Ой не успели. Мать Гауччи говорит блин. Что хочу сказать. Что тактический гений Олега позволил нам победить. И мотивационный гений Найникуса. Который сказал соберите. Соберите. И мы собрались. И победили. И забили. А без этого бы не было ничего. Неплохой матч. Ну мы сейчас так после матча. Это он видишь что он нас не хвалит специально в открытую. Типа потрясал. Чтобы не сбивать мотивационный строк. Это там где это такая. Да. Просто. Поддержать. Сказать что все плохо. Нитеральные. Ну неплохой матч. Не сильно обосрались. Уже в 16 играх. На секундочку смотрят. А вот так смотри как смотрят. А вы думаете мы на этом остановимся. Мы непобедимы. И тому есть объяснение. У нас отличный тренерский штаб. Это шкала поддержки. И два ассистента. Один из Москвы. Другой из Москвы. Как вы думаете что помогло вам сегодня выиграть. Ну тут очевидно что. Ну голы. Я думаю голы. Мы лучше играли. Надо было ставить точку в матч. Так мы ее поставили. Ну что. Ну об этом что-то молчи. Мы создали достаточно момент. Да. Челси выигрывает на битву была тяжелая. Вы беспокоились вообще ни секунды. Мы знали что он рано или поздно закончится. Мы на поле не останемся. Он беспокоился только о своей прическе. Надолго. Спасибо. Много ли геля? Хорошо. Что у нас дальше? У нас дальше кубковый матч с волками. Будем надо играть? Конечно. Ты что? Это ФА. Это не какой-то Карабах-Барабах тебе. Это ФА. Кубок Англии. Ее величество. Покойницы. Все у нас здоровые. Я предлагаю ставить состав. Ничего не трогать тут. Волки позорные. Волки позорные. Это он нам. Спасибо. Играем против Челсина. Второй состав на кубоках. Какой второй состав? Второй состав? Второй состав, к сожалению. Хотя нет. Но мы выпустим во втором тайме. Их уже мы начали. Это кубок для нас? Ну как основе отдохнуть? Эээээ. Чуть. А, тебя еще не включить точно. Он один у них. Мы после перерыва поменяем попольше. Нет, у нас там дофига-то игроков. Квадрадо малыш, он маленький, чтобы в основе еще играть, на рост мы его взяли, в следующем сезоне он будет играть, когда немножко состарится, ему по-моему 35 или 36, он не солидно смотрится в этой компании, молокосос в общем, учитывая, что Азарт 32 ушел, Квадрадо может и уйти. Хорошо, ой хорошо, ну что Джека, решай, ну решай, решай, ой хорошо, я ждал, когда он дернется, давайте, кто там, поймали на контратаке Волков, и теперь сбиваем, и Зайцев, Андрей, Игеннадьевич, красота, ну хорошо, ну а что тут, он выполнил свою работу, за это ему платят, я бы тут хвалить не стал, вот форвард, вот тренер, вот это настоящий тренер, вот эта прическа, хоть колышется она издалека, но очень редко слетает, потому что он наклейно-мощный, волосы посадил, жидкие гвозди, где Гель, Варди будет составить, Варди, к сожалению, завершил карьеру, завершает в этом сезоне, да, мы его не смогли подписать, потому что он на следующий сезон завершает карьеру, да, не смог перейти, отказался, кстати, это тебе спойлер, да, скорее всего так и будет, так, ну-ка, следующий чемпионшип уже без него, пройдет, сейчас у Олега подгорит после этого, Рональд открывается? Да, я не успел, Вытащить. Как ты сказал, понятно, Тенхак, так сказал, я не успел сохранить его в основе, он упорхнул в Саудовскую Аравию, а так бы он помог, конечно, антистеринайтер, взять чемпионство, и Лигу чемпионов. Что подгорит? Подгорит, блин, подгорит, он там печет просто, ну, отвлекается на наш стрим. Он готовит. Да, он готовит очко свое к второму сезону Лестера в чемпионшипе. Ой-ой-ой, а сейчас нас могут наказать за такие шутки. Олег. Футбольный бог. Он говорит, не надо так про моего фаната говорить. Про кого фаната? Ну, кто такой фанат? Олег, фанат футбольного бога. А, Олег, фанат футбольного бога? Да. При чем здесь Лестер тогда? Ну, я не знаю, как ты зашел в эту... Ой, блин, нет, 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 нет. Хорошо, я уже пасовал туда и в последний момент отменил, потому что там было в сайт. Ах ты. Не дали принять. Я? Не дали принять решение. Не дали принять на грудь. Так. Мартеновский инстаграм. Я тебе предлагал. У меня были... Это, к слову, если Олег сейчас опять начнет претензии. Не-не, Олег, у меня была маленькая причина. О, ну! Ну! Да, как хорошо! Рудой вырезал. Модрич. Маленькая 5-сантиметровая причина. Из нее неудобно писать, поэтому Женя старается поменьше пить, в том числе алкоголь. Хорошая шутка. Может идти спокойно в нарежку. Единственный только вопрос, почему она была, что с ней стало и сколько она сантиметров сейчас. Тактика работает. Тактика работает. Состо. Это ты, Состо. Нет, ну это потому, что я усы отращиваю. Состоф гуд. А, а я думал, Состо. Типа как Соска. Да, да. Состав. Состо не Риалто. Состав, вот. Собственно, это та гипотеза, которую мы подтверждаем, что старики могут рано их списывать со счетов. В том числе Челси сделал огромную ошибку, что нанял молодняк, и из стариков только Тиаго Сильва. Я считаю, что Лэмпорт еще может играть. Конечно. И Лэмпорт так считает. Он говорит, ну не тренером, а игроком, мне без разницы. Я люблю просто, он говорит, я люблю эти синие цвета, рядом со стадионом живу, другую работу найти не могу. Давайте кем-нибудь. Сравнили, там, или смену на заводе отпахать, или 90 минут с мячиком побегать. Вообще в сравнении не идет. Не работа, а просто лафа какая-то. Говорит, или вот это за компьютером сидеть. Да. Криптобиржи, блин. А, я думал, ты про нас. Ух ты, а я ведь убрал у него, почему? Ну, сейчас надо третий забивать, и тогда уже на второй тайм выпускать прям дубль. Дублейший дубль. Ой, не тому отдал, хотел в центр. Но немножко целко сломалось. Нет, ну ты и рэп не читал, чтобы попасть в группу в центр. Никогда, поэтому. Нет, я читал. То, что ты хотел в центр. Я читал. Ну, типа как в школе говорят. Я учил, я читал. Но не вслух. Тиаго силы, конечно, хорош. Хорош, да. Ой, ой, ой. Так он и в Челсе сейчас лучше. В 39 лет, если уж откровенно. Им бы еще вот пару старичков, типа Роналду, Месси, каких-нибудь. Паунбер, например. Да, или Альбиоля хотя бы. Альбиоля! Чего сядь не на ужин? Оль? Ох, какой пас. Но вовсальцы. На матч пойдете. Вы на матч пойдете? На какой он, Галатасарай? Ну, почти нет. На этих выходных Анталия Спорт. Спорт. Кого-то принимает. Каких-то, ну... А, Трабзон Спор они принимают. Там, кстати, в Трабзоне, по-моему, играет Трэзаге. Да? По-моему. Ну, точно не помню. Где-то он играет. Я не знаю, я вчера шел мимо бара, и там играл в Галатасарай с кем-то. Там просто люди вот так сидели. А там заворожено... Ничего такого, чтобы можно было вот так сидеть. Так, ну я освежил состав немножечко. Вроде сильно уставших нет. Разомнется. Ты все пять сделал? Да. Молодец. Ставим тебе пятерку, как третьему тренеру. Я надеюсь... Ой, Кристиан Ассалдер. Гаучи. Хорош. Гаучи не хватило опять, к сожалению, места. Его мать мало занесла денег, хочется. Его мать мало сосала, хочется. Да. Но она могла бы пряники какие-нибудь купить хотя бы. Ой-ой. Ну что, браво. Браво. Вот так тебе. Хорошо. Мать недовольна. Ну, тут я один не прорвусь. Мать недовольна, да. А мать это святое. А матч Гаучи это святое двойне. Ну, я, возможно, и четыре замены сделал. Сейчас мы попробуем все-таки Гаучи выпустить. Давайте так. Если сейчас спросит она на пресс-конференции, то мы его выпустим в основе на следующий матч. Сейчас я проверю на всех случаях, остались ли у нас замены. Ну, а вместо кого выпускать? Вместо Роналду, что ли? Ну, нет, у нас не осталось замены, да. Простите. Простите Гаучи и все его семейство. Мать Гаучи, спроси нас на пресс-конференции, и мы воткнем твоего сына. В землю. Да, воткнем твоего билы. Ну, что? У нас мяч очень вертикально ходит, это радует. Потому что мы играем в бей-беги. Да. Идеальная тактика на самом деле. Толстый на воротах у нас. Чегринский. Ява Польна. На воротах. Да-да. Нет, это писатель. Лев Толстый. Следующий матч с тактикой 5-3-2 плюс фланги. Одна из лучших. Ява Польна одна из лучших. Вратарей. Одна из лучших на воротах. Закрывает примерно 70%. Остальное делает удача, чтобы мяч не влетел. Она включает свою музыку, она поет свою музыку и танцует. А что, куда это? Тут пасанул. О, хорошо. Наш? Нет, не наш. Вот, и она двигается, танцует и как бы тяжело очень забить. Она в Клоунской шляпе танцует программу. Конечно, там еще от шляпы отлетает большинство мячей. Там есть со штрафного фиг забьешь. О, хорошо. Хороший подарок. Санта-Клаус. Ну, давай, на. Ну, хорошо. Ну, как? Это кто у нас? Как деды играют-то? 19 номер. Сакик? Возможно, это Дэвис. А, это Подольский. От него стоило ожидать. Стоило, да. Красивый. Немец. Угу. Мерседес и Подольский это. Два самых красивых немца. Подольский Бенц. Ну, как он? Не, Гюндаган самый красивый немец. Если уж сравнивать с немцев. С. С. Ну, не могу не согласиться. Давайте еще вспоминать. Е. Е. Ф. Шкерберг, он пишет. Цуко. Цуко. Это напиток, помните, такой был? Юпи и Цуко. Да. Цуко 23. А, ты сейчас имеешь в виду 5-2-3 ставить? Нет, он сказал на следующий матч. Ну, да, да. А что? Нет? Ну, если сейчас, то подтверди. Я вспоминаю, кто еще из красивых породистых немцев, которые темнокожие были. Санны. У меня много было шуток, но эти шутки нельзя ни в одной стране Твича говорить. Так, Оляк просит 5-2-3. В некоторых странах даже тюрьма. Ну, скажи пока одну хотя бы. Там на Г все начинаются. На Г? Давайте гадать. Они не совсем футболом занимались. Но тоже пинали что-то. Ну, как не пинали. Ты про мужеложество сейчас? Цоп, Фернандо. Ну, Фернандо сыграет Цопа. Нормально все. В принципе, они встали. Ты про наши пенисы? Да, да. Ну, один раз и палка стреляет, как говорится, в год. Не, у меня нет. У меня не стреляет. Зря я в штаны засовываю постоянно. Постоянно палка. Она не стреляет. Вот и. Модольский. Ну, вот. Надо было вешать. Не, не. Других вариантов никаких. Главой. Лучше мы не спешаться. Главу подадим. Сейчас к нам придут все наши. Ох, и там еще выбегал из-под удара. Дэвис в этот момент гениально просто. Привет, Комаров. Привет, Комаров. У нас наша любимая рубрика в ФИФЕ. Старики тащат. Смотри, что мы вытащили. Здорово. Кубковый матч. О, здорово. Джонсон, ракета. То есть это... Пакета. Человек-ракета. И человек, и ракета. Смотри, все подтянулись. Это... Я такое на ФИЗРе никогда не слышал. Все подтянулись. Откуда и назад. Потому что ты ее вел. Нет, потому что я не мог подтягиваться. Из-за меня никто не мог подтянуться. Ты просто подсаживал девочек на канат. А тебе говорят, что... Я подсаживал девочек на синтетические наркотики. Мужчина, вам 35 лет. Вы не работаете в нашей школе. Прекратите ходить на ФИЗРу и подсаживать девочек. Я поставил на третье мое меньше. Он поставил на три с половиной меньше. И... Пока... И пока выигрывает. И пока мы ему должны деньги. Да. Не забейте еще, прошу. Ладно. Бля, прикинь, есть контора, которая реально на наши матчи ставит деньги. Типа один X-Bet. Я думаю, это только инопланетяне. Могут какие-то, которые он прям совсем делает. Нечего. Это если сейчас нет китайского пинг-понга, то можно на наши матчи ставить. Так, ну что, забивать, не забивать? Ну... Нас просили бы забивать. Тогда нет. Ну ладно. Тогда не буду. Просто тебя не... Так бы, конечно, середины поля прям зарядил. Сейчас будет трудный выбор, если попросят у нас проиграть следующий матч. Говорят, я на ваш проигрыш зарядил. Или поцеловать друг друга. Квартиру. Нет, с этим-то ладно, господи, что. Мы взрослые мужчины. Все все понимают. Ох ты, как помешал. Хорошо, помешал защитник. Ну что, уверенная победа в кубке. Мы, к сожалению, не дали основе отдохнуть. И, возможно, мы сейчас за это повладимся. Давай, дадим интервью. Посмотрим, спросит ли нас про Гауча. Его мать. Так, что там? Ливерпуль выиграл что-то? Это слезы матери падают. Она плачет наверху. Вы ждали? Ну, мы ждали, конечно. Кто в составе? Сейчас мы покажем данный следующий матч. В составе. Нельзя терять голову. Подожди, это пример того, как мы будем играть каждую игру. Если нам скажут не забивать, мы не забьем. Но я хотел про нельзя терять голову с такой прической. У него не шевелятся волосы. Все это видят, все это видят. Да, не просто это там живет из Half-Life. Который на голову. Хедкард? Хедкантер. Хедкантер. Нужно было забивать еще, конечно. Но мы не забивали ровно потому, что подписчику просили. Конечно, да. А так нужно было. Нужно было, но мы уважаем. Я не сильно обижу, если скажу. Гонсалес. А, про Гаучу ничего. Это быстро Гонсалес. Он в Лавер Хептон играл. Нам есть, с чего у него поучиться. Чего? Быстроте? Не, 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 это. Фамилия интересная. Возможно, он мексиканец делает мискалин. Сколько у нас времени? Времени у нас. Может, мы два матча еще соберем? Давай состав покажем. Сейчас мы... Мы просимулируем этот матч следующий с пчелами. Прям рассчитаем его. Сейчас только состав поменяем немножко. Так, кто на составе? Роналду, Джеку, Месси, Косорло, Фернандо, Модрич. Янг, Сильва, Рауль, Альбиоль, Навас и Браво. Чегринский. Санта-Крус, Чегринский, Квадрадо, Дэвис, Подольский, Ансалди, Гаучи. Пусть он выйдет сейчас, например. Мать говорит, я не хотела. Я хотела, чтобы с Манчестер-Сити он вышел. Фалькау травмирован, к сожалению. Какой-то Алькарас, Чара, Баркас. Вот, этот человек должен выйти. Флейта. Он должен сыграть на кожаной флейте выйти, я считаю. Вместо Сильвы давай уже какой-нибудь Чегринский выйдет. Алькарас давно не играл. Алькарас, хорошо. Один раз не Алькарас. Нас за Алькарас они забанят на Твиче. Наверное, нет. Данте пусть выйдет. Ковани, Бедоя. Кто еще? Ну, все, в общем, старые. Все 36+, у нас. Кроме, по-моему, Квадрадо. Абдельхамид, сколько ему лет, 74 смотри. Навар давно не выходил. Где? Ну, Наваром мы сами поиграем. Его в симуляции нельзя опускать. Кольехон тоже. Смотри, киусики, как у тебя прям. Смотри, да? Да. Надо его опускать тогда. Надо, да. Вот у нас Квадрадо только 35, остальные все старше 35. Самый старый, по-моему, Браво, ему 40. Правильно? Да, ему 40. Ну что, просимулируем. Даже не будем, наверное, быстрый расчет сразу, чтобы... Не брать на себя ответственность, ничья. Жаль, но ничего. К сожалению, Хаучи не смог стать... А что скажет мать Хаучи? А вот теперь давайте с Нью-Каслом решать, кто у нас выйдет в основе. У нас основа более-менее отдохнула. И будет биться за результат. Кольехон с приходом в трусики к матери Гаучи. Кольехон с приходом в трусики к матери Гаучи. Ну, потому что пропуск в трусики. Да, понятно. Да, да. Ты тоже можешь с ним поконкурировать. А мне сегодня написала одна женщина в этом инстаграме. Говорит, ну, у Вова Адидаса усики были что-то типа... Помощнее. Помощнее. Я хотел написать, как у вас. Она настолько плохо выглядела, что я побоялся, вдруг она реально болеет. Так, нас Олег попросил 532, все правильно, да, тактику? Ой-ой-ой, какая неприятная. У вас сегодня кукинг-стрим. Куни, может быть, все-таки? Не-не, готовим. А то, что у вас сзади чайник стоит. А, да, наверное. Так, давай подоль. А, нет, цифры. Можно квадрадо вот сюда на полуфлан такой. 523. 523. Ну, ты издеваешься, что ли? Я только все настроил. Мне кажется, он просто... Выдумывает цифры. Цифры доставит просто так. Хватит выдумывать цифры. А, ну, кстати. Роналду Джека давай. Вот тогда квадрадо сюда. Поменяй с Роналду. Не-не-не. Кого? Джека с Роналду? Квадрадо. Квадрадо на правый фланг. Ставь все, кроме 523. Ну, это давай тоже до следующего раза. Я уже тут накрутил. Комаров, все, следующий любой. Выбирай, кроме Ром. 523 это квадрат сейфа. 523 это когда ты 18 лет смог 5 раз за ночь, потом в 30 лет 2 раза за ночь, а в 40 лет вколол себе огромную дозу. Ледокаина. Да? И умер нахуй. И умер нахуй, да. Что, все? Идеальный состав. Ебать, флейтер, с Абдулхамид. Ты Навару хочешь еще выпустить? Естественно. Прям в основе. А почему? Что мы, блядь, одними теми же играем? Хорошо, я поставлю пока фланги убегающие. Роналдо, ебать, Роналдо каждый может играть. А давай Наварро. Хорошо. Фланги я поставил, да. Давай Наварро. Давай еще кого? Женя Вор. Ниже, ниже. Вот у нас давно не выходили люди. Женя Вор, да, Женя Вор. Он украл сердечко у женщин всех, кому за 55 лет. У Флейтеса. С такими усиками. У Флейтеса украл. Клихона ты хотел? Это же Женя. Давай вместо Роналду Клихона у нас будет играть, да? У тебя восьмиугольник на шее. У тебя? Да, я вор. Можем давай Фрея поставить вместо Браво, чтобы не зря же покупали. Давай, конечно, пускай выходит. Браво, смотри с каким лицом. А у него тоже, смотри, усики, еще и небритость. А я завтра хочу краску купить, покрасить в черный. Короче, начинаем. В черный покрашу, ебать. А, в воскресенье гвинт, жалко. Чтобы вы посмотрели. Вы продерживайтесь. До среды. Не уверен. Приходите в среду. Будем Женины усики обмывать. Мужским семенем. Ну, может быть, конским. Если у меня получится как-то раздобыть кон... Но это тяжело, потому что... А где ты раздобышь мужское семя, ладно? Это... С конским вопросом. О, там Рой Хорстон какой-то, блядь, щегол трогал. Рой Хорстон в своих лоферах просто бомб. Не, мужское продается. Тут можно в доставке заказать, привезут. Даже особо заказывать не надо. Ой, Нью-Кассел. Нью-Кассел нелегкий-то соперник. А мы тут накрутили Навару. Мы накрутили. А ты просил Навару. Но зато это челлендж. Вратаря зря сменили. Он без практики напускает до хера. Ну, это челлендж. Рыбок. После Майн-Сити мы смотрим, на что способен наш... Ну, по сути, сейчас второй состав играет. Второй состав. Тестируем его в бою, проверяем боеготовность. В том числе и вратаря. У нас вратарь должен быть готов. Если мы проиграем сейчас, ничего страшного. Мы, насколько я помню, останемся на первом месте. А может быть и нет. Кстати, забыл таблицу посмотреть. Ну, она там в Экселе. Ну, посмотрим, да. Ой. Блин, а мы еще под дождем играем каким-то. И будем... Мы на улице просто играем сейчас у подъезда. Что хорошо, играть под дождем. Там наши слезы не будут видны. Так, так, так. Хорошо. А Модрич играет, блядь, все нахуй. Тактика. Ну, тактика пока неплохо себе. Давай, засылай. Давай. Засылай. Что это за удар-то был? Кольюкон бил позорный. Нет? Кто 26 номер? Наверное. Олег, скажи, кто 26 номер. Олег ведет еще и нашу команду. Он должен, конечно. Ты можешь отмотать, посмотреть наш состав. Ай-яй-яй-яй. Мы же сейчас не бросим, все не посмотрим. Он может... Вон справа. Вот это удар. Удар. Вот это удар. Да. Удар, кошмар какой надо исключать. Выгонять из команды за такие... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, хорошо. Да топтал его Чегринской все-таки молодец. Но у него он и красивый. Ну, на любителя. Но ты любитель таких мужчин. А я профессионал таких мужчин. Ай-яй-яй. Нормально. Возьми, возьми. Нормально. Давай, давай. Савич уже схватил. Савич играет у них. Ничего себе. Иван Савич. Савич и Пур. Так. Иглесиас. А, блядь. Он хороший певец. Индриквин, Иглесиас или Хулио? Хулио, конечно. У нас же старики они. Не пиздюки. А Хулио... Блин, не дал отдать Хаучи. Так, ну что, смотрим, как 5-3-2 в обороне играет. Здесь прекрасно. Вот так вот. Не, 5-2-3 у нас. Все время путаю их. 26-й Гаучи. 26-й Гаучи. Ну вот, все, понятно. Пидорас этот. Ой. Пидорас это же не матерок. Это определение позиции человека в мире. На поле. На поле. ПФА. Поэтому нас не будут ругать. А кто сейчас не забил? Достав. Негодяй. Это Клихон, по-моему, да, слева? 23-й. Блин, он у меня так же руки сказал. Он говорит, господи, только бы сегодня подстригли. Ну вот был бы Роналду на его месте, но как бы он мог не забить из такой позиции? Никак. Он бы забил. Ну, это вот плата за то, что мы возомнили себя гуру футбола и пытаемся играть не основным составом. Ну, история нас рассудит, блядь. Это я в копилочку опять за матерок положил рублик виртуальную. Угу, угу. Топчем. Так, а нам реально писали на материке? А это значит моя мать. Да. Это я ее попросил. Потому что она мне уже это говорила. Ну, правильно. Я нарезки когда делал, на 48-м матерке, я думаю, так, ну немножко перебор. В этот раз уже напишу твоей матери. Давайте, говорю, в районе 30-ти хотя бы за стрим держаться. Показатели. Так. Ну что? Ой, переживаю. Мы ведем? Да. Мы хотя бы ведем? Мы нет, не ведем. А вот теперь еще мы вообще очень не ведем. Ну, Барнс. Я склонен винить тактику в этой отвратительной игре, когда все идет не так, все непривычно. Простите, что нет повтора, но это было... Вратарь. Гол! Какой? Причем здесь дыра тарь? Ты не за ту болеешь. Дыра тактика, я бы сказал. К вратарю какие претензии? Смотри, нос, как хорошо. Мяч летит. Он что с ним сделает? Там лужа как прорисована была. Офигенно. Отмотайте, посмотрите. Лучше, чем в Atomic Heart. Лужа потрясающе сделана. Ну вот опять. Вот опять центра поля нет, все убегают. Надо было ставить, наверное, чтобы оба цпшника не просоединялись к атаке. Или хотя бы один. Опорника не хватает. Олег, давай менять перерыве тактику. Я бы вернул как бы... Тем более мы проигрываем. Ведущая получше была. Нам не хватает опорника очень сильно. Ой, как хорошо. И... Ну мой не бежит. Навара не хочет бежать. Чуть-чуть подожди. Вот он прибежал. Давай на привычную. Да, на привычную. Хорошо. А у привычной у нас какая? Ромб? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. До бесконечности. 1-2 в периоде я ее называю. Во втором периоде. Или тут таймы, да? В вашем европейском футболе. Ну что, обескураживающий первый тайм. Сейчас посмотрим. Да бля, вы что делаете? А что мы? Это все тактика. Сейчас посмотри, как мы будем всасывать привычные тактики. Схемы. Я на Челси поставил. А, ну хорошо, придется сейчас вытаскивать. Опять же мы... Сейчас вытушу. Мы прислушиваемся. Вот это узкая. Вот это узкая. Это то, куда тасовал. Нет, с цопом была. Вот она. Нет, нет. Вот она. Нет. Где? Нет, такая. Еще раз. 1-2, 1-2. Господи, где? Вот она широкая. Да, ну нет. Да? Такая? Нет. Нет, это будет. Вот такая. Вот, с цопом. Все правильно. Ага, клифон идет нахер. 2-1 должно выиграть. Хорошо, хорошо. Без проблем. Давай, Рональду выходит. Сразу Ковани выходит. Месси выходит. Все, Наваром тут не место никаким. У нас Сильва. Вот сюда. Не так. Вот так. И вот сюда Фернандо выходит. Вот он, наш легендарный состав. Вот кроме Ковани, только, наверное, Джеку можно выпустить. Джека гол. Хорошо. Выпускаем Джека. Все. Фланги. Ну мы должны сейчас. А, фланги убегающие. Прошу прощения. Делаем убегающие фланги. Это у нас заебет наш тактик. Олегарк, бля. Вот так вот. Олегарк, бля. Присоединиться. Присоединятся. Твои фланги ГГ. Твои фланги ГГ пишут. А сейчас мы проверим. Давай мы до 60-й минуты с флангами поиграем. Если мы не забьем до 60-й, мы их отключим. Фланги, вам 60 минут дается сколько игрового? 15 минут игрового времени. Ничего, ничего. Наш мяч. Все, сосредоточились. Не, я просто пугаюсь. Нам надо два гола забить. Зачем ты туда-то? Ну, я туда не хотел. А, ты туда не хотел? Хорошо. 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 Ну, неплохо. Вот, смотри какой. Вот, Дзеку пошел. А тут и Криштиану. Ну, он пока не открытый. Давай мы... Ой, извиняюсь. Ты тоже туда не хотел? Не, я туда хотел, но у меня не получилось. Ну, у Дзека не получилось. Я делал, что мог. А он сделал, как умел. Я сделал все, что мог. Я устал. Так, ну, давай. Да, ё-моё, блядь. Это фланги? Нет? Это Джеку. Напишите, это фланги виноваты? Беритесь. Так, все, собрались, хорошо. Сейчас должны ворвать их. Давай, вот, я собрался. А я трансформер, я не могу собраться. Нет, я собрался и пошел. Все, давайте, пацаны. Нет, нет. Я забилишал. Эй, вы его лошили, а он в руки взял. Скоро в рот возьмет еще. Ну, судя по всему, да. Да. Давай. Нос не вовремя зачесался. Так, может, там есть куда-нибудь? Нету. Он вместе бежит по центру. Ну, что-то не указал-то, смотрите, непростой орешек. А 60-я минута уже, что мы фланги убираем? Подожди, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Исак. Нет. Заблокировали. Мужику в черном не доверяю. Мужику в черном не доверяю. Это мне. Ну, что поделаешь? Он сфигали. Сфигали он мне не доверяет? Ну, я бы тоже не доверял на его месте мне. Кто я такой? Я к нотариусу с ним не ходил. На свадьбе его тосты не произносили. На свадьбе не ешь на стриме. Ем, но не показывают, не афишируют. С членом в черном мужике. С членом в черном мужике. Да, это опять же я. Ого. С членом в черном мужике. А, в черном мужике. Ну, это опять же я, но по выходным. Смешно. Смешно. Если бы не было так грустно. О! Если бы мы так сильно не проигрывали, но... Еще надо и играть, и комментировать. Какая сложная деятельность. И еще же надо и забить два. Попробуй. Бегающие фланги. Дожали. Посмотрим повтор и немножко передохнем. Нанику спишет, какое я разноплановое. Что и с членом, и в мужике, и в черном. И сам черный. А я думал, он имел в виду, что есть план эконом, бизнес. Так. Да, есть астральные планы. Вот эти вот. Ну, это просто не то, что красиво. Это чертовски красиво. Это чертовски красиво, когда игрок просто вот так двигается. Это было не просто смело, это было пиздец, как смело. Есть просто план. Спасибо. Янг. Янг. Береман завтра звонит. Заверни, да. Звонит, говорит, очень хороший. Очень мало ты матерился. Молодец. Но мужчина в черном, вот этот рядом. В чилист с членом. Да. Ланговый защ. Щеку. Ты хотел написать щеку. Он нахваливает Янга нашего, что он очень хорош, да. Янг не подходит в команде только фамилии, остальным он всем подходит технико-тактическими навыками и действиями. И старый. И возрастом, и цветом кожи, и ростом, всем подходит. На фланге за щеку. На фланге за щеку. Хорошо. Он армянин. Ой, дайте желтую. Он армянин. Вот армянин. Армянин сейчас желтую получил, смотри. А, это Савич. Он что, серп, что ли? Да, почему фамилию не написали? Стефан Савич, как ваша фамилия? Так же, как и Бронислав Иванович играл тоже. Непонятно, почему человек без фамилии играл. Понтуется? Ну что, давай второй забивать, как нас просили. Там люди загрузили трешку в Химках на нашу победу 2-1. И герой себе. Кто мы такие, чтобы не дать этот счет необходимый? А Месси нам в помощь. Там сейчас хата. Хата это уже проданная. Там сейчас чувак звонит и говорит, не надо продавать квартиру. Ну все, вот сейчас можно уже уходить в глухую оборону. Важно не только не пропустить, но и не забить сейчас. А в этом особое мастерство. Короче, тактика работает. Фланги работают, да. Но они, да, они работают. Все отлично. Сейчас нам главное не пропустить. Олег, если я когда-нибудь разбогатею и куплю футбольный клуб, например, ФК Оренбург. Ты будешь там мыть полы. Ну и советовать тоже. Но за это деньги мы не будем платить тебе. Ну, советовать можешь реально. Нет, купите нам Барнаул. Он стоит-то 1070 рублей. Нет, я когда разбогатею, тогда смогу. Пока 70 тысяч это не в этом плане. Многовато. Ну что, вторую желтую? Нет, не вторая. Первая. Это шар. Брать, нет, ну, я бы не сказал, что у меня такой шар. В жопе шар. Носит с собой. Конечно, да. Представляешь, ну, это... Представляю, да. В аэропорту очень сложно проходить эту рамку. Нет, почему-то там воздушный шар, этот резиновый, он не пикает. Просто делаю удовольствие. Всегда с ним. Металлический. Всегда с ним. Ну, прожди, там что-то на нас как-то полетели. Ну, все, такой гигинпрессинг начался. Что, ты хочешь отступить? Нет, я хочу... Выманите меня немножко. Не, не, не профуфлыжать. Ну, сейчас нам будут писать, вы что, трусы. Не-не-не, мы не трусы. Обороняетесь, давайте. Ну, вот это вот опасно уже было. Выходите с подпрессинга. Вот, смотри, смотри. Да, вижу, вижу. Я как вышел из подпрессинга. Да, отлично. Ну, и засылай. Это Месси головой, брат. Ну, а что ему делать? Такая игра, бей, беги, навешивай на Месси. Месси решит. Хорсинг говорит, так, Месси, сейчас все будут навешивать верховые на тебя. Месси говорит, вы знаете, что я ростом метр тридцать? Он говорит, да. Он говорит, главное не рост, а масштаб личности. Мы в тебя верим. Такая тактика. Главное, чтобы нам не забили. У нас геген прессинг тоже. Не, ну просто у нас же тактическая установка не забивать. Поэтому мы навешиваем верховые на Месси. Так у нас максимальные шансы не забить. Но сейчас еще и не пропустить надо. В этом тоже будет свое мастерство. Свой цимус, я бы даже. Своя закавыка. Ну не забивай туда. Конечно. А я и не могу. Ну ты был близок к этому. Ну я, смотри. Там квартира на волоске повисла. Я люблю это, чтобы там у зрителей... А, саспенс нагнетаешь. Нет, 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 ну ты что делаешь? Сильный удар, ты что? Ты что, ебанутый? Все было под контролем. А я настолько хорошо играю, что могу специально не забить сильный удар. Сейчас бы счет уже был 17-1. Просто, ну... За любых просто. Какой навес, смотри. Так. Ну, просто время. Не прогорело. Она приумножилась, теперь у человека 9 хатоматища. Потому что при 0-1 против такого Ньюкарсла поставить на нашу победу. Ну и мы не подкачали. Надо быть сильной личностью. А что, давай посмотрим наше положение. Дадим интервью, посмотрим положение в турнирной таблице. И будем итоги подводить уже в стрима. Час мы отыграли просто как буйволы какие-то. Как тигры, как драконы. Спасибо, спасибо. Мы старались. Еще и старались смешно комментировать все это дело. Мы не настолько лучшие, как нависшие брови. Роя Хольсен. Так, смотри. У нас есть все условия. Серия продолжится. Мы не победим и все еще. А условия есть у нас? У нас есть условия, кстати. Хорошо. У нас тренерский штаб великий. Наш минимум в следующем матче это ничья. Оптимист. Уволен сразу. Просто оптимист. Решающий гол. Какие ощущения? Мы лучше играли. Мы лучше играли. За комбетчери. Вообще тут про тактику. Если бы можно что-то было вернуть. Я бы отметил переход на привычную тактику. Смотри, у нас были ли сомнения в победе? У нас были. В самом начале очень сильные. Да, у меня были сомнения. Пока нам не сказали, что... Ой, и мы немножко демотивировали. Ну, мы честные за то. Победа стала сюрпризом. Игроки молодцы. Тренерский штаб. Пока Джонсон пакета не написал. 2-1 Челси поставил. Мы такие. Блядь. Дальше у нас по расписанию кубок. Но я хочу посмотреть статистику. Другие лиги. Где посмотреть? Можно и свою. Так, а где? Австралия нам ни к чему. Я хочу все посмотреть. Вон там только что. А, ракета прости. Так, результаты. Результаты? Нет. Господи, где посмотреть таблицу? Господи, боже мой. Ладно, мы посмотрим. Смотрите в следующий выпуск. Может быть. Нет, я интригу создам. Смотрите в следующем выпуске, какая у нас позиция будет. Пока посмотрим просто, что мы покажем дальше. Мы покажем кубок, наверное, обязательно. Дадим второму составу тоже поиграть, как Олег нас спросил. С Тоттенхем мы обязательно сыграем сами. Следующий стрим будет по Гвинту в воскресенье. Где-то в обед. Пока, когда ярко, солнечно будет. В среду будет в 9 часов Симсы у нас. И, наверное, в пятницу мы по Фифе еще раз сделаем стрим. Тоттенхем тоже в это же время, в 9. Пока вот такое расписание у нас. Манчестер Юнайтед у нас дальше. Ну, вот, собственно, Тоттенхем, Манчестер Юнайтед и Лутон Таун мы покажем на следующем уже стриме. Все, всем спасибо. Было очень круто. Спасибо за советы, за интерактив. Мы кайфанули. Подписывайтесь на YouTube. А потом пошли на стрим. Все, до встречи, до следующих выпусков. ТГ-канал создайте. Вы можете...